Медали первой, второй, третьей степеней, благодарственные письма, почетные грамоты за вклад в социально-экономическое развитие края и эффективную законотворческую деятельность. Сегодня губернатор Александр Ткачев поблагодарил парламентариев за многолетнюю работу. Вместе со многими он и сам когда-то трудился, был депутатом первого созыва. 20 лет для становления законотворческой базы края – это достаточный период, и нашему региону есть чем гордиться. За эти годы приняты сотни важных законов, которые стали эффективным инструментом для развития экономики Кубани и повышения благосостояния жителей региона. Никогда Кубань, никогда Край, в общем-то, за такой короткий промежуток времени так бурно, так интенсивно не развивалась. Наши инициативы во многом становились основой для принятия многих федеральных законов. Сегодня, я считаю, во многом образец для подражания для других субъектов Российской Федерации. Так было и с нынешним федеральным законом о миграции, в котором, в общем-то, 70% поправок было со стороны кубанского парламента. Детский закон, закон об охране и общественного порядка. И, конечно, наша особая гордость – закон о признании вина сельхозпродуктом. Это наша с вами общая заслуга, результат общей краевой командной работы. Председатель ЗСК Владимир Бикетов рассказал, как все начиналось, какая большая работа была проделана. Достижение Кубани, подчеркнул он, это результат работы законодательной и исполнительной власти. Я хочу от имени депутатов ЗСК выразить вам слова глубокой признательности за ту высокую оценку, которую вы дали нашему труду депутатскому. Сказать о том, что это стало возможным только благодаря слаженной работе законодательного собрания с администрацией края, со всей вашей командой, с органами местного самоуправления. За 20 лет депутаты создали не только добротную законодательную базу, но и смогли увеличить краевую казну региона в несколько раз. А это значит, что у нашего края появилась возможность тратить деньги на те направления, которым давно не уделяли внимания. На ремонт школ и садов, больницы и медучреждения получили новое оборудование. В крае начали строить спорткомплексы «Льдовые дворцы». Проложили новые дороги и установили уличное освещение. Все это удалось благодаря работе каждого профильного комитета. Маленьких законов не бывает, но мы старались, чтобы все они были приняты. Во-первых, очень хорошо выверяли, чтобы все они работали на наше население. Мне кажется, что у нас получилось. Это была творческая созидательная работа. Наша главная цель – создать экономический базис, создать нормативно-правовую базу для успешного развития агропромышленного комплекса Краснодарского края. Я должен сказать, что по большинству направлений это удалось сделать успешно. ЗСК – это команда, в которой важен каждый, но в которой есть сильный руководитель, который умеет создавать эту команду, нацеливать на единое дело. И вот вместе с органами исправительной власти мы стараемся совместно решать те задачи, которые население ставит, продуктивно. Впрочем, последняя в этом году сессия была не только торжественной и предновогодней. Депутаты приняли важные законы, по которым регион будет жить в следующем году. Одними из главных стали внесенные изменения в закон о местном самоуправлении, о так называемых сити-менеджерах. Со следующего года городами руководить будут главы администрации и профессиональные управленцы. Закон прошел парламентские слушания, и с учетом внесенных изменений сегодня депутаты его приняли во втором и окончательном чтении. Елена Касабова, Олег Черепок, Кубань-24, Краснодар.